Пресс-конференция Владимира Путина, ситуация в российской медицине, окончание осенней сессии, другие темы обсудим с главой фракции КПРФ в Госдуме Геннадьем Зюклановым. Геннадий Андреевич, здравствуйте. Давайте начнем с пресс-конференции. Что вы подчеркнули для себя в этом году из ответов Владимира Путина? Вообще говоря, это было довольно интересно. Я накануне выступая в Думе на завершающей сессии особо подчеркнул, что хочу послушать и посмотреть оценки президента. Совершается год. Темпы, которые обозначил послание выйти на мировые, 3% не достигнуты. Будет около процента. Основные отрасли экономики буксуют. Что касается сельскохозяйства, он отметил успехи. Здесь оправдана, тем не менее, прекрасная программа, которую подготовила наша команда Кашин, Харитонов и другие, реализована в бюджете всего наполовину. Для нас принципиально важно решить несколько задач. Это побороть бедность, выйти на новые технологии и остановить вымирание страны. Вот я хотел, чтобы в таком и послании, и выступлении эти темы были главными. Мы с 90-го года только русские потеряли 20 миллионов человек. Нас было 120. В следующем году останется около 100. В ходе войны погибло 20 миллионов русских, а в целом потеряли 27 миллионов. И в результате в варварской политике Ельцина и Горбачева провели границы от Пскова до Краснодара, отрезали 25 миллионов русских за суверенными границами. А русские это те, кто держит страну в единстве. Те, кто определяет уровень взаимодействий, стабильности государства. Те, кто подарил язык межнационального общения, свою уникальную тысячелетнюю историю. Русские отличались тем, что всегда выступали за сильное государственное чувство коллективизма и за справедливое. Вот эта тема, на мой взгляд, должна была быть главной. Он и обозначил, но в его послании это поставлено жестко прекратить вымирание, остановить вымирание. А в этом году мы теряем 300 тысяч еще. Горраждане русской области вымирают в 2-3 раза быстрее. На мой взгляд, эта тема должна быть главной. Вторая проблема – высокие технологии, технологическая зависимость от иностранных станков, машин и механизмов, электроники 90%. Я вот вернулся из Китая, куда ездил наши представительные делегации. Мы подписали с руководством Компартии Китая программу взаимодействия на ближайшие 5 лет. Они сейчас освоили все виды новейших изделий. Мы тогда, когда они ездили на велосипедах, летали на ракетах, лучше всех играли в хоккей, блестяще танцевали в Большом театре, были мировой державой. Мы сейчас отстаем в этом плане. Нам надо вкладывать в следующем году гигантские средства в эту отрасль. И еще одна тема бедных. Стыдно идти к 75-й годовщине, когда дети войны получают в деревне 7-9 тысяч, а в городе 9-14. Это не счета. Я 7 раз вносил этот закон. Я полагал, что это будет поддержанное. Я с президентом усуждал эти темы. Он понимает сложность проблемы. Но иногда правительство прикрывает, что у него нет денег. Неправда. Столько, сколько денег сегодня есть у страны и правительства, у нас никогда не было. У нас золотовалютный резервный рекорд 546 миллиардов долларов. У нас 120 триллионов рублей не задействованы. Денег, которые лежат омертленным грузом, а можно было значительную часть вложить. Он говорил о том, что фонд благосостояния 20% вкладывает, но у нас фонд благосостояния 8 триллионов. И 30 с лишним триллионов лежат в банках и на предприятиях на мертвым средствах. Почему? Потому что ставка высокая, а проще им прокручивать банки, чем вкладывать в производство. Рентабельность производства около 7%. Вот эти три проблемы сейчас стоят исключительно остро. И они должны решаться в первую очередь. Президент поставил стратегическую задачу войти в пятерку. Но при темпах 1% мы будем 15-й, а не 5-й. У нас остался следующий год, когда мы можем поправить эту ситуацию. Я надеялся, что бюджет развития примут. Президент о нем знает, премьер видел. Под него мы подготовили 12 законов. У нас большая профессиональная команда. И Мельникова, и Кашин, и Харитонов, и Калашникова, и Новиков, и Афонин. Подготовили все необходимые законы для этого. Но я не убедил Сулуанова, когда он носил бюджет, направить значительную часть ресурсов. И создать бюджет развития 33 триллиона. Под него все готово. Можно было ввести прогрессивную шкалу налогов. Тогда бы ситуация изменилась. Госмонополию на спиртоводочную промышленность. То же самое. Можно было все сделать, чтобы поддержать станкостроение, электронику, робототехнику и новые технологии. Дума для этого отработала все необходимое. На мой взгляд, мы теряем еще полгода. Минимум, если продолжится вот эта финансо-экономическая политика. И, в принципе, в стране нужна максимальная сплоченность. Ибо нам объявлена официальная война. Американцы врагами номер один объявили Компартию Китая. Знаете почему? Потому что Компартия Китая за 70 лет превратила Китай в ведущую державу мира. Темпы реформ при Дон Сиапино составили 9 с лишним процентов. Выше только было Ленинско-Сталинской модернизации 12-15 процентов. Второй враг это Россия. Мы можем действительно в случае военного конфликта уничтожить Америку. Но здесь враг и Путин, и все мы вместе, и санкции против всех. И третий враг это оказывается Иран, который может парализовать Персидский залив, где американцы черпают море нефти. И вот это само по себе требует от нас скачь новой политики, сплоченности общества. Посмотрите сейчас, что делают неолибералы. Они максимально взвинчивают ситуацию. Пытались дестабилизировать Москву в августе. А сейчас ведут атаку против наших талантливых руководителей, против народных предприятий, против всего русского, национального, советского. То, без чего мы не можем двигаться вперед. Вот мы сегодня проводим в колонном зале вечер полководцы победы. Наши военные операции весь мир изучает. А им не нравится, что мы с уважением относимся к великой советской эпохе. Нашим полководцам. Нашим талантливым людям, кто ковал победу на фронтах. Так что у меня осталось от ответов двойственное ощущение. С одной стороны понимание, что происходит. А с другой стороны почему-то опять топчемся на месте, вместо того, чтобы энергично двигаться вперед. Подробная такая аналитика, Геннадий Андреевич. А как вы думаете, почему возникла идея убрать из Конституции слово подряд относительно сроков полномочий президента? Ну вы знаете, когда обстановка сложная, то эта идея всегда возникает. В американской Конституции президент не может занимать больше двух сроков подряд. Вы это знаете. Так вот, когда ситуация с кризисом была жуткая, и война на дворе была, то Рузвельт занимал три срока и избрали на четвертый срок. Несмотря на американскую институцию. У нас сейчас системный кризис. Наложили санкции на тысячу человек. Буксуют темпы. Стабильность исключительно важна. Все понимают, что если есть сильная и грамотная власть, то с нами не справятся. Поэтому не исключаю, что возникает эта проблема, прекрасно понимая, что стабильность во многом держится на Путине. Но у Путина нет сильного профессионального правительства. У него финансо-экономический блок возглавляют по-прежнему Чубайсы, Гайдары. И а-ля с ними, типа Сулуановы, Кудрины. Эти люди не в состоянии развивать экономику. Они не понимают, чтобы Россия развивалась успешно. Надо соединить три идеи. Стратегические отрасли, где длинные деньги. Должно контролировать государство и вкладывать, и отвечать за это. Что касается торговли, бытовки, легкой, текстильной. И остальное здесь рынок эффективен. А что касается народного движения широкого, народные предприятия – главный стимул для развития. Наши народные предприятия Грудинина стало лучшим в Европе. Казанкова – лучшим в своей отрасли. Завоевали все призы на европейском рынке. Сумарокова в Иркутской области стала лучшим. Самая высокая зарплата – 108 тысяч. Если соединить эти три формы хозяйствования, то мы резко рванем вперед. Но для этого нужна сильная, умная, авторитетная власть. А что вносит предложение Суланову с Кудрином? Давайте распродадим последнюю госсобственность и будем сидеть у разбитого корыта. Это чисто американская модель, которой и там уже не пользуется популярностью. Почему гнобят Трампа глобалисты? Потому что он решил развивать национальную экономику и укладывать свое развитие. Его же поддерживает глубинная Америка. А глобалисты, им надо важно набить карманы банкирам и олигархам своим местным и хозяйствовать на планете. Эти две тенденции сейчас столкнулись. В Америке 60% молодежи требует социализма, социализации жизни. Европа, посмотрите во Франции, что происходит. Они уже снесли свой закон о пенсионерах. Знаете, Нижняя Палата приняла решение выбросить этот закон. Он уверен на верхние и Макрон поддержит, потому что Франция не может нищать. А наши проглотили. Если бы активнее поддерживали инициативу Компартии России и выступили более энергично против пенсионной реформы, давно бы эту людоедскую реформу выкинули. Она вообще аморально и противоестественна. Потому что в мире сегодня 20% работающего населения может обеспечить прогресс техники и производства. А остальные будут мыкаться и искать работу. У нас знаете, сколько производят роботов? Два-три. На тысячу гектар два-три комбайна и трактора. А в Китае уже сорок. Сорок роботов на десять тысяч работающих. Нам надо вкладывать суда, а для этого надо не возраст повышать, а молодежь поддерживать, подталкивать образование. У нас наука образования и драконения сидят на голодном пайке. Все удивляются. Вчера президент сказал, что мы по-фармацевтике двинулись вперед. Да, двинулись. Сейчас вот только что обсуждали с мантуром итоги этого года. Министерство, его ведет с нами диалог, мы поддерживаем Ситхоз, машиностроение, Кировский легендарный завод, Ростельмаш. Но он сказал, вот президент вчера отметил фармацевтику, да. Но за инсулином позавчера я смотрел, в очередь стояли люди, которые умирают. В 234-м в очереди не досталось лекарств. А инсулин производят в том же самом, по-моему, Ленинграде, Питере. Кто не дает отрегулировать этот процесс и обеспечить свой рынок, они дают те, кто говорят, рынок все отрегулирует. Это полная чушь. А проблемы в процедурах закупки лекарств? Ну, в принципе, это все неплохо, давайте организовывать. Но когда не доходят лекарства для тех, без кого они завтра не выживут, значит, это не работает. Когда дети, онкобольные, им собирают деньги из телеэкрана, это полное безобразие. Они должны быть на полном гособеспечении. Когда я три года подряд не могу обеспечить детский онкоцент необходимым оборудованием, который является лучшим в стране, это тоже абсолютно ненормально. Когда бедность растет, олигархия жиреет и не хочет платить налоги по прорезвестивной шкале, это полное безобразие. Это зависит абсолютно от партии власти и от правительства. А у вас есть какие-то, Геннадий Андреевич, предложения? Вот вы начали с того, что лекарства должны вовремя доходить до употребителя. У вас есть предложения какие-то? Кстати, давно наша программа, если бы она была реализована, 10 шагов достойной жизни, и лекарства дошли, и для детей были они бесплатными, и дети войны получили уже приличную пенсию, и народные предприятия были образцовыми. Меня больше всего удивляет, что президент поддержал наши народные предприятия. Поручил сейчас Гордею вместе с Кашиным готовят эту программу в феврале провести семинары. И у Грудинина, совхоз имени Ленина, и у Казанкова, и у Мариэл, и у Соли Сибирского, и у Бугачева на Ставрополье. Прекрасная идея, все можно сделать. Но обратите внимание, на того же Грудинина продолжает наезд рейдеров и всякого жулья, а это лучшие предприятия. Ну что, отдернуть нельзя? Отдернуть и те, кто погоны носит, и этот продажный суд, и прокуроры. У нас в районе, где это хозяйство, выборы вот теперь состоятся. Из 30 наших кандидатов 17 сняли, якобы не там запятую поставили в документах. Только сняли потому, что за них проголосуют сейчас практически полностью. Опять нет элементарных честных выборов и попытка заткнуть рот и в том числе придушить народные предприятия. Наша программа в свое время спасла страну. Примаков, Маслякова, Гераченко, Матвиенко реализовали нашу программу левоцентризма. Наша программа во многом реализуется и друзьями в Китае, и в Вьетнаме, и в Индии. Наша программа левоцентристская по своей сути, когда государственное управление, рынок и народные предприятия сочетаются и дают лучший результат. Она доказала уже в этом году. Лучшими предприятиями в этом году, несмотря на кризис, проблемы, стали народные предприятия. Кстати, и Левченко вышел на мировые темпы, поднял 90 тысяч гектаров залежных земель, создал условия для чипизации леса, заставил Дерибаску платить налоги. Он платил 100 миллионов, сейчас платит 2,5 миллиарда. Но либералам такие кадры не нужны. Им нужны свои послушные, которые будут гнобить одно дело за другим. Но у них ничего не выйдет. Вы это увидите уже в ближайшие полгода. Геннадий Андреевич, наше время с вами подошло к концу, но я думаю, мы с вами продолжим в следующий раз. Я хотел с удовольствием вас, вы прекрасно выглядите, всех поздравить с наступающим Новым годом. Хоть он год крысы, но надо иметь в виду, что это очень хитрое и умное существо. Не зря оно первым приближало, когда распределяли годы. Так что надо готовиться к этому году и все сделать, чтобы он был счастливым и достойным. Что самое важное вы пожелаете избирателям, вообще зрителям? Не терять терпения, здравый смысл и поддерживать народно-патриотические силы. Геннадий Андреевич, спасибо, что нашли время и пришли к нам сегодня в студию. Всем удачи. Я напомню, что нашим гостем был глава фракции КПРФ Геннадий Зюканов.